Всем. Привет. Малага, город на юге Испании, Вандалусия. Административный центр провинции Малага. Население составляет 571 026 человек. 2018. Муниципалитет находится в составе района Малага, Коста-дель-Соль. Занимает площадь 395 километров. По численности население Малага является шестым городом Испании, вторым в Андалусии и 46-м в Европейском Союзе. Это наиболее густонаселенная агломерация, образованная множеством населенных пунктов, расположенных вдоль 160 километров побережья Коста-дель-Соль, и центр метрополитенского района, охватывающего 12 других муниципалитетов с общим населением в 987 813 зарегистрированных жителей, хотя по оценкам Малага является пятым метрополитенским районом Испании, где проживает более 1 миллиона человек. Малага расположена на крайнем западном побережье Средиземного моря на юге Пиренейского Пва, приблизительно в 100 километрах на восток от Гибралтарского пролива. Ее городская площадь занимает 398,25 километра и простирается на Малакские горы и долину реки Гуадалися. Город расположен в центре бухты, окруженной горными цепями. По городу протекают две реки, Гуадаль-Медина и Гуадалися, которые впадают в Средиземное море. Малага была основана финикийцами в VIII веке, что делает ее одним из древнейших городов Европы. Малага была сначала федератом, а затем городом с латинским правом в Римской империи. Процветающим городом Аль-Андалуса, четыре раза столицей Тайфы Малаги и была присоединена к Кастильской короне в 1487 году. В течение XIX века город переживает бурную промышленную и революционную деятельность, что сделало его первым промышленным городом в Испании, в это же время Малага получает титулы «Всегда бесстрашная» и «Первая, когда свобода в опасности», которые вошли в девиз города, отображенный на городском гербе. Малага – место действия одного из самых кровавых эпизодов Гражданской войны и вспыхнувшая звезда туристического бума 1960-х и 1970-х годов. Сегодня Малага – значительный экономический и культурный центр, а также важный транспортный узел на Средиземноморском побережье. Среди известных уроженцев Малаги – художник Пабло Пикассо, известный актер кино Антонио Бандерас. Их имена носят набережные Малаги. Хотя часто как и Тимон указывается финикийское слово, обозначающее соль, различный консонантизм делает эту теорию маловероятной. Проблемы такого же порядка уменьшают правдоподобность заманчивого объяснения, исходя из ивритского и финикийского глагола «звездочка брать», «хватать», «скручивать» и с предлогом местного падежа со значением места, в котором скручивается. Металл, что указывает на наличие какого-либо литейного производства. Помимо лингвистического объяснения, эта теория также находит подтверждение в частом появлении кузнечных клещей, выгравированных на монетах, отчеканенных в Малаге. Лингвистически наиболее приемлема теория, которая отмечает форму семитского корня «царствовать, король, править», возможно, указывая на наличие на Малагской земле храма, посвященного какой-нибудь богиня, вероятно Астарте, которая в семитской мифологии зовется «королевой неба». Уже в семнадцати столетия историк Мартин Дераа отметил, что название Малака происходит от еврейского звездочка «Малач королева», основываясь на цитате Страбона, который называл город принцесса среди всех городов на этом побережье, и также используя филологический аргумент, что на арабском город имел идентичное название. Арабы называли его тем же именем. Малак уроженец Малаки, король Мелек. Если учитывать, что основатели Малаки происходили из могущественного финикийского города Тира, и что верховным богом этого города был Мелькарт, и что на большинстве найденных монет монетного двора Малаки на реверсе изображен храм, а на Аверсе «бог», то логично заключить, что этот храм и название города были посвящены этому верховному богу. Малага основана финикийцами в восьмом веке под названием Малака. С 218 года Малака находилась под властью Римской республики, а в 82-83 годах получила особые права по принятому при императоре Домицеяне закону, регулировавшему управление муниципи в испанской провинции Бетико и дававшему право римского гражданина быть свободно рожденным. В 552-624 годах, под властью Византийской империи, затем снова часть королевства Вестготов. В 713 году Малага была завоевана вторгшимися из Северной Африки арабами, при которых стала значительным экономическим центром. Производство шелковых тканей и другое. С 11 века Центр Эмирата, Тайфы Малага. 19 августа 1487 года Малага была отвоевана Кастильскими войсками и присоединена к Кастилии. В 1501 и 1568-1570 годах Малага, один из центров восстаний Марийсков. В 1804 году. 22 Т. Жителей погибло в 8 месяцев от желтой лихорадки. Во время Испанской революции 1868-1874 годов, в июле 1873 года, в Малаге происходило кантональное восстание букунистов. Во время Гражданской войны 1936-1939 годов Малага была базой республиканского флота. До захвата в феврале 1937 года войсками Франко при поддержке Италии. В 1960-х годах, несмотря на жесткий франкистский режим, Малага переживает экономический бум, связанный с резким увеличением потока туристов, среди которых больше всего немцев и англичан. Именно в это время становится популярным испанский курорт Коста-дель-Соль, и на эти годы приходится рост промышленности и самого города. Кроме того, расцвет Малаги поддерживался трудовыми мигрантами из Центральной и Восточной Европы, которые обеспечивали наличие достаточного количества рабочей силы для прогресса во всех сферах. В Малаге сохранились руины Римского театра и памятники арабского зодчества, возвышающиеся над центром города дворец крепость мавританских королей Аль-Кассаба и крепость маяк Хибральфара. Впечатляющий своими размерами кафедральный собор Малаги возведен в стиле Ренессанс в 1528 году и получил прозвище Ла-Ман-Кита. Одна рукая дама, потому что его вторая башня так и не была построена из-за отсутствия средств. В Малаге более 40 музеев и памятных мест. На центральной площади города ежегодно проходит фестиваль Ферия Д'Агоста. В восьми километрах к юго-западу от города находится Малокский аэропорт, обслуживший в 2016 году 16,67 миллиона пассажиров. Аэропорт располагает тремя пассажирскими терминалами и двумя взлетно-посадочными полосами и является самым крупным аэропортом Андалусия. С центром города аэропорт связывает автобусная линия и линия пригородной электрички Сарканиас. Малокский порт – один из старейших на побережье Средиземного моря. Из порта Малаги осуществляется паромное сообщение с испанским анклавом Мелилия, расположенным в Африке. В порт можно добраться по шоссе Барселона-Кадис и Николова-Малага. Центральный железнодорожный вокзал Малаги носит имя Марии Самбрано. Малага входит в сеть высокоскоростных магистралей Испании, находясь на линии Мадрид-Николова-Малага. Действует сеть пригородных поездов Сарканиас из двух линий. Малага-аэропорт Фуэнферола – юго-западное направление, и Малага-Алара – северо-западное направление. Конечная станция пригородной электрички расположена в центре города недалеко от улицы Аламеда-Принсипаль. Малага обладает хорошо развитой сетью внутригородского общественного транспорта, главный пересадочный узел, центральный проспект Аламеда-Принсипаль, где расположены остановки всех основных автобусных линий города, а также конечная станция Малагской пригородной электрички Сарканиас. Также Малага располагает широкой сетью междугороднего автобусного сообщения, связывающего столицу с основными населенными пунктами провинции. Междугородний автобусный вокзал Малаги находится в соседнем здании рядом с центральным железнодорожным вокзалом имени Марии Самбрана, второстепенная междугородняя автостанция Эстасион-де-Мюле-Эхо-Эдия находится рядом с главным входом в порт. В 2014 году открылся метрополитен Малаги, состоящий из двух линий. В городе и пригородах действуют сети автобусных маршрутов. Климат Малаги – типичный средиземноморский с жарким сухим летом и мягкой дождливой зимой. Отличительной особенностью климата города – частые бризы с моря, которые значительно смягчают жару в летние месяцы, что делает город одним из самых благоприятных для проживания городов Европы. Зимы в Малаге – самые теплые из всех городов Европы с числом жителей более 500 тысяч человек. Средние дневные температуры в декабре-феврале составляют 17-18 градусов Си, горы Сьерра-Марена и Кордильера-Бетика надежно защищают город от холодных вторжений с севера. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи!